здравствуйте это канал дикий life меня соответственно зовут виталий дикий спасибо что вы с нами пожалуйста подписывайтесь на мой канал сегодня мой гость украинский политолог дмитрий корнящук добрый день вам дмитрий приветствую дмитрий давайте все-таки сосредоточимся на том вопросе который был актуален целую неделю хотел бы чтобы коротко ответили там нам телегу или маляву прислали соединенных штатов америки по поводу всяких там реформы изменений мы катастрофически попали теперь зависимость к америке и как мы будем это все реализовывать особенно меня интересует возможное поведение или варианты поведения зеленского но я на самом деле ничего для себя как бы нового не увидел и не услышал просто те кулуарные пожелания которые были раньше сейчас решили запустить в публичную плоскость но перестали это скрывать и в первую очередь это связано с тем что американцы продвигают процесс заморозки войны и уже начинают скажем так рассматривать варианты дальнейшего существования украины после заморозки войны где соответственно вашингтон будет влиять на большинство и политических и бизнес процессов внутри украины и соответственно уже вот этими вот выставленными условиями по сути публично оглашен механизм определенного шантажа украины для получения американских денег то есть если вы хотите что-то получить вы должны нам дать первое второе там третье четвертое пятое я думаю есть там еще множество требований которые также кулуарно по-прежнему оглашаются в частности там доступ американских транснациональных корпораций к добыче украинской нефти до украинского газа участия в работе энергоатома я думаю там продажи земли ясное дело там стратегические наши оставшиеся предприятия все это интересует американцев ясное дело ну и соответственно я думаю что президент зеленский об этом давным-давно знает он просто надеется что реализовывать все это придется уже не ему он сможет там провести быстро выборы и уже как бы следующий товарищ который придет будет большинство этих ультимативных требований вашингтона выполнять с другой стороны зеленский но выполнил тоже немало требований вашингтона в частности он продавил тот же закон о продаже украинской земли что ни один президент я напомню сделать не мог ну и соответственно ну а дальнейшие процессы возможно какие-то часть еще допуска американских компаний можно будет провести пока еще будет конденция зеленского ну а основная часть требований будет уже для новой власти то есть нам одну там на энное количество лет вперед прописывается механизм нашего сосуществования соединенными штатами штаты помогают нам финансово в обмен получают доступ к нашим ресурсам и контролируя большинство процессов в украине ну как бы то о чем мы раньше говорили ну как не не то что как шутку да а как вот ну там возможно даже немножечко преувеличивали процесс там некого влияния соединенных штатов украины да сейчас уже оформляется в виде определенных документов ну опять же этому соответственно помогла война этому процессу помог путин который захватил часть украинских территорий и разрушил украинскую экономику вогнал украину в максимальную кабалу цель к соединенным штатам ну а штатам в принципе это выгодно потому что они получают контроль за незахваченной частью украины другое дело что ничего нового мы тут для себя не видим просто разбиваются вот эти вот все мифы которые нам рассказывались о том что добрые американцы нам помогают там чуть ли не меценаты помогают они нам потому что они же борются за демократию во всем мире борются против российского агрессора против вселенского зла а оказалось но мотивы были совершенно как бы несколько иные корыстные и касались опять же вопроса денег ничего нового мы тут не увидим скажите спасибо за ответ у вас есть дома пулемет но я так но если бы я был наверное секретарем снг да тогда бы я дома держал пулемет но я думаю что я не настолько важная а персона для того чтобы отбиваться с пулеметом вот откуда вообще растут ноги у таких странных заявлений значит секретарь андро александр нилов это я для наших зрителей скажу значит давай интервью дав интервью одно из провластных сми сказал что каждый должен иметь дома пулемет чтобы защищать родину он заявил это безапелляционно с таким лицом кирпича значит и сказал что это необходимо так как россию никуда от наших границ не отодвинуть я бы хотел бы детали услышать ваше мнение ну скажем так тогда когда украинскому обществу действительно в каждом доме нужен был пулемет я говорю о 24 февраля 22 года да и о первых неделях войны почему-то по странному стечению обстоятельств большинства украинцев оружие не оказалось я напомню что тогда еще перед началом войны когда вроде как начался процесс формирования террабороны никто оружие им не давал и соответственно в принципе с голыми руками в итоге 24 февраля терраборона встречала российского агрессора ну нашли они какую-то часть оружия опять же да там где-то там полиция осталась брошенная да где-то там спецслужбы где-то побросали дружно убегая да то есть ну какое-то количество оружие нашли но опять же да и мы понимаем что если бы та же терраборона была вооружена хотя бы там рпг там или с теми же там стингерами там джавелинами да то возможно в первые бы дни войны даже та же терраборона да могла бы нанести но больше урон противнику чем условно там бросая коктейли молотова как мы это видели в первые дни поэтому когда сейчас данилов вот начинает рассказывать о том что у каждого украинца должен быть пулемен да но это опять же такая манипуляция для того чтобы мы забыли то что происходило перед началом войны и в начале войны то есть это же такая технология кстати применять не только данилов и и там и зеленские применяет и большинство представителей нашей власти вот они озвучивают какие-то вещи для того чтобы мы забыли а то что происходило перед войной и в начале войны то есть вот обсуждая фразы данилова к примеру да про пулемет да вот мы сейчас обсуждаем должен быть пулемет не должен так далее а я задаю следующий вопрос а почему не было да вооружение у террабороны почему не было у украинца вооружение почему украинцам не предупредили о том что будет война и откровенно врали что не постойте дмитрий но я хочу напомнить что именно данилов говорил нам всем что это дезинформация американцев относительно нападения и сказал что вообще не верит в эти слухи более того это спекуляция американских смею украинским вопросом я это помню чутко как божий день ну а в итоге да мы понимаем что все знали заранее что война будет вывозили свои семьи выводили деньги за границу то есть все готовились к этой войне кто знал да а украинцы спокойно себе продолжали жить в полной уверенности что это действительно как бы какая-то информационная война которая происходит ну нас же уверяют что никто нападать не собирается но конечно же мы не должны же это все вспоминать поэтому используется ряд политехнологий для того чтобы мы обсуждали иные вещи поэтому давайте обсуждать пулемет данилова да не будем обсуждать условно как он там семью вывозил далее как он там деньги выводил да та же самая история к примеру с зеленским да давайте обсуждать историю о том как нам сочиняют о том как у зеленского был какой-то пистолет с которым он собирался сопротивляться если россияне зайдут на банковую потом давайте пообсуждаем как они там бивину ели первые недели войны ну еще какую-то бредятину да в которую нас пытаются убедить но не будем обсуждать почему украинское общество было дезинформировано что россияне якобы не нападут почему не было выстроено ни одной линии обороны почему не была объявлена мобилизация почему украинцы оказались заложниками российских оккупантов в тех областях где россияне спокойно себе зашли 24 февраля давайте об этом мы не будем вспоминать как о том как почему россияне спокойно зашли кстати везде где им надо было а давайте будем обсуждать узеле пистолет зеленского пулемет пулемет данилова и так далее да то есть это информационная манипуляция по отвлечению внимания от тех ключевых вопросов которые надо об ну как бы обсуждать и которыми должно задаваться украинское общество те вопросы которые надо задавать нашей власти в частности к тому же данилову да почему он откровенно врал украинскому обществу перед войной так же как министр обороны резников так же как там президенты как бы и все остальные кто нас успокаивали рассказывали чтобы не будет а сейчас они рассказывают о том что у нас у каждого должен быть пулемет ну замечательно дмитрий но я думаю что все эти он проследовал другую цель не в таком плане буквально как мы рассматриваем а он наверное надеялся таким образом поднять боевой дух обычных украинцев как бы сделать какой-то шаг к единению значит в борьбе против общего врага но вышло это очень примитивно и как-то довольно странно такое бывает да как там разгон на рубль а удар на копейку тем более украинских политиков высказываниях это часто просматривается ну скажу так что большинство действий нашей власти особенно в течение этого года явно не направлены на то чтобы сплотить украинцев и поднять наш боевой дух начиная от ухудшения экономической жизни украинцев во многом по вине власти я здесь имею ввиду повышение тарифов возвращение налогов до военных и это все во время войны там повышение акцизов на топлива и так далее да то есть по всем направлениям идет ухудшение жизни простого украинца именно военное время да что явно не стимулирует украинцев к некому единению это с одной стороны с другой стороны мы помним количество дезинформации которое шло со стороны власти сначала о том что вот-вот-вот будет наступление потом о том какое будет легкое быстрое наступление и так далее да потом оказалась совершенно иная история потом о том что нас примут в нато нам должен долго рассказывали потом извините оказалось ну это все было тоже какая-то дезинформация и вообще на самом деле вот информационная политика власти у меня такое ощущение как раз вот направлено именно на то чтобы постоянно вот украинское общество держать состояние какого-то эмоционального напряжения несмотря на то что нас и так хватает этого эмоционального напряжения учитывая что идет война у нас есть враг с которым нам и так надо воевать да у нас есть против кого сплотиться есть тот кто так скажем так прилагает максимально усилий для того чтобы разъединить украинское общество но тут еще власть почему-то прилагает некие свои усилия тем более да когда с одной стороны власть рассказывает что вроде все хорошо значит наступление там идет по плану мы не пойдем ни на какие там компромиссы будем выходить на границы 91 года и так далее да а при этом мы наблюдаем как бы какие-то переговоры которые там кулуарные происходят какие-то телодвижения совершенно иные заявления со стороны запада сокращение помощи вооружений со стороны запада непонятно получим ли мы деньги для в бюджет для того чтобы у нас вообще были средства на продолжение войны потом какие-то скандалы с польшей скандалы там в канаде в этом в парламенте и так далее да то есть поэтому я бы не сказал что наша власть пытается как-то подбодрить общество и показать какое-то единство я уже не говорю про какие-нибудь там мелкие постоянные совершенно дикие заявления серии там министра соцполитики которая рассказывает да 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 можно кстати об этом поподробнее если позволите ну вот интересная же тема мы начали с того что письмо там нам прислали маляву соединенных штатах америки с ультиматумом выполнения определенных условий и тут желнович буквально это министр социальной политики а я напомню что украина по конституции социальная страна ну по крайней мере не социальная обязанность она заявляет о том что украина готова к повышению цен на энергоресурсов соответственно повышение цен на тарифы это вообще что за разговор дальше второй пассажир там у физи президента такой шурма есть он сказал что небольшая девальвация очень полезна для украинской экономики а что такое девальвация уже понимаете да то есть нивелирование цен покупательская способность упадет еще ниже я могу и дальше продолжать что вы по этому поводу думаете ну я думаю я бы сказал к примеру о том что наверное президент зеленский не знает как у нас любят рассказывать о том что хороший царь злые бояре пока президент зеленский занят глобальными вопросами вот там лоббируют наши интересы по всему миру злые бояре пытаются этот мол за его спиной всех обилетить новыми тарифами вообще всякие гадости делают но потом когда зеленский об этом узнает он конечно со всеми разве разберется и наведет порядок то произвести на такие байки иногда у меня такое ощущение что пытаются нам показать ну как это было там условно с теми же декларациями да которые сначала в закрытом режиме приняли потом сказали зеленский сказал нет я не подпишу давайте мол открываете декларации так далее но это не касается каких-то ключевых требований со стороны заполя если идут конкретные требования которые учитывают скажем так американский бизнес интересы то тут уже не проскочишь если условно американцы говорят о том что надо как они там любят рассказывать либерализация цен то значит в переводе сейчас на украинские рынки будут заходить и американские транснациональные корпорации которые будут здесь добывать в украине дешевый газ дешевую нефть а продавать о них собираются ясное дело по рыночным ценам причем не имеет значения продавать будут условно или в европу или продавать будут украинцам но это все должно быть по рыночным ценам вот такое вот требование американцы собственно и от этого требования ты никуда не уйдешь мало того власть это тоже устраивает я часто говорю о том что власть любит ну там переводить транзит ответственности на запад хотя очень часто сама власть или выступает как раз инициатором повышения тарифов или примеру подписываем меморандумы с международным валютным фондом предлагает повышение тарифа в качестве одного из метода увеличения поступлений в бюджет поэтому нашей власти тоже выгодно поднимаются к примеру там тарифы на электроэнергию или поднимаются там тарифы на газ соответственно с одной стороны больше зарабатывают наши олигархи которые связаны с властью больше зарабатывают олигархи больше условно там в чемоданах заносят представителям власти а времени у власти как говорится все меньше и меньше поэтому чемоданов надо все больше и больше это раз во вторых соответственно выше тарифы больше поступлений в бюджет больше поступлений в бюджет больше денег на разные коррупционные схемы ну которые можно будет через бюджет провернуть потому что американские же деньги там нельзя трогать нельзя значит для того чтобы проводить какие-то там закупки условно там по тройному тарифу там продуктов питания или закупки вооружения проводить какие-то там дальше какие-то мутные схемы для этого надо с украинцев деньги собрать а потом эти деньги и собственно освоить по всем этим схемам но а как с украинцев побольше собрать денег ну конечно же за счет повышения тарифов за счет повышения там цен за счет кстати девальвации гривны это все такие вот механизмы собрать нас больше в бюджет и соответственно раздеребанить потому что власти времени все меньше потому что кто бы там что не рассказывал зеленский вынужден будет провести выборы мало того он и хочет провести эти выборы на самом деле и эта власть хочет с нами в следующем году торжественно попрощаться поэтому поскольку времени остается очень мало надо ну максимально успеть набить карманы ну и плюс американцам тоже выгодно повышение тарифов там уже по тем причинам по которым я говорил поэтому если министр соцполитики такие вещи говорит значит тарифы нам повысят и надо к этому готовиться но это отобьется на реакции обычных украинцев поводу электоральных симпатий зеленскому я думаю что так возможно будет но вот в контексте этого 60 процентов украинцев заявили что их личное экономическое положение очень сильно ухудшилось вы знаете об этом это данные соцопроса которая публиковала группа рейтинг согласно тем же данным там чуть меньше 35 процентов оброшенных экономическое положение у них якобы не сильно изменилось и только лишь пять получили удовольствие от своего хорошего социального уровня я так понимаю что эти пассажиры которые нам рассказывают о повышении цен входят в эту пятерочку или я преувеличиваю но на самом деле когда начинает появляется подобная социология а любая социология у нас к сожалению сейчас выходит с офиса президента и является мотивирующей значит украинское общество активно начинает готовить к заморозке войны и соответственно аргументирует украинскому обществу почему заморозка войны должна будет состояться то это понятно там с одной стороны западная пресса постоянно рассказывает а наша активно это все перепечатают и цитируют с другой стороны тут у нас уже есть определенное количество спикеров связанных с властью которые рассказывают о том что ну не все так просто все как бы ситуация все сложнее и сложнее плюс вот такая вот социология которая показывает о том что вот видите украинцам все хуже и хуже живется а соответственно если война будет долгой как мы уже понимаем то соответственно вся страна окажется за чертой бедности и поэтому таким образом украинцам как бы вот дается следующий выбор да мол ну власть конечно готова вас там послушать да и продолжать войну пока мы не выйдем на границы 91 года но вы должны понимать да что жить вы будете хуже и хуже и хуже и хуже соответственно и вот социология это как бы подтверждает да вот то есть ваши соседи вы там все это подтверждаете да ну или же да если вы хотите чтобы жизнь стала лучше пол появились там новые рабочие места а зашли какие-то инвестиции повысили вам зарплаты заработала экономика открыли границы ну еще там много много всего-всего там каких-то плюшек да которые вы получите но с болью сердца тогда надо наверное соглашаться на заморозку войны но заметьте не власть это предложила то есть власть говорит о том что собственно мы планируем выходить на границы 91 года то есть иными словами а начинают создавать вот этот вот запрос в обществе на заморозку войны с помощью социологии то есть будут показывать разную социологию кстати летом уже показывали тоже любопытную социологию обратила внимание где якобы задавали людям вопрос что если в осенне зимний период увеличится количество ракетных обстрелов по городам и энергетической инфраструктуре как бы вы оценили ну чтобы какие бы вы действия ждали от представителей военно-политического руководства и там практически 50 процентов согласились на возможность неких переговорных процессов но без каких-то там условно территориальных компромиссов переводя с языка этого завалирована на заморозку войны на текущие как бы линии разграничения а поскольку заморозка войны нужна путину и байдену по сути это есть ну как бы подготовка к реализации того сценария которого нас подталкивает но опять же да инициатором этого сценария должен будет выступить именно украинский народ который должен чуть ли не умолять власть идти на некие договоренности через посредников о заморозке войны то есть нам будут показывать что все больше и больше там вот представителей общества каких-то там ломов каких-то там ну не знаю там представителей военных или так далее вот будут говорить о том что ну надо наверное нам какую-то паузу получить потому что вот видите же все как бы сложно и так далее его будут создавать вот эту вот матрицу запроса на заморозку войны эти технологии запущены еще с весны я постоянно про них да я знаю подробно рассказываю вот сейчас просто как бы добавляют еще как бы вот стимула нам рассказываю а мы вам еще и тарифы поднимем так чтобы вы должны понимать вы конечно хотите там долгую войну да но мы сделаем вам жизнь невыносимой да это уже не говоря о том что постоянно будут террористические обстрелы со стороны путина будут стрелять там по городам по энергетической инфраструктуре то есть вы зимой будете сидеть без света возможно без газа под постоянными обстрелами то есть вы готовы к такому да если вы не готовы давайте мол запрос со стороны общества к президенту а президент ну как гарант конституции должен будет как отец нации должен будет услышать украинский народ и согласиться на там на какие-то переговоры хотя он конечно же против очевидно это давно прослеживалось и об этом часто говорят скажите пожалуйста а вот такая странная история вы загорели о байдене и сговоре впрочем хотел бы знать очень короткий ответ на вот эту иллюстрацию чем был у меня здесь на контакте я имею ввиду на одном из интервью сергей любарский он проживает соединенных штатах америки пытается оставить украинские интересы об этом активно говорит и он после встречи зеленского с байденом был очень удивлен поведением байдена и сказал что не все так гладко по его мнению конгресс очень активно выделяет деньги и вооружение в больших объемах а вот администрация байдена это сдерживает то есть по его словам байден крысятничает зачем он это делает очень коротко ну республиканцы уже заявляли о том что они не могут понять то есть и основная причина критики республиканцев той военной помощи которая получают украина заключается в том что деньги выделяются одни а реальное количество оружия украина получает совершенно иное то есть там действует какой механизм украине в рамках каких-то военных пакетов передается какое-то старье потому что ничего нового нам не передают да а взамен американский военно-промышленный комплекс получает некую компенсацию для производства нового вооружения которое должно заменить те объемы которые передали украине так вот республиканцы говорят о том что размеры компенсации да которую выделяет байден на военно-промышленный комплекс не соответствуют тем затратам которые условно несутся ну и непонятно как бы почему так много денег получает военно-промышленный комплекс сша потому что не передают такого количества оружия украине как оплачивают и соответственно возникает вопрос мало того да то есть украин мало то украине же передают не новое вооружение вот условно украине передали старые модели абрамсов на ремонт как бы там ну вообще отправили там то есть это старье короче ну которая никому не интересно но на компенсацию выделяется там какое-то количество миллиардов и отправляются на производство мол новой военной техники а получена эта военная техника не получена да а возникает вопрос а может быть просто эти военно-промышленные компании получают деньги да просто ни за что да не поставляя реальное количество техники не на склады американской армии да не там не передавая заявленное украине а просто эти там деньги деребанятся под какие-то там определенные схемы вот в чем главные претензии со стороны на республиканцев которые говорят о том что мы не можем понять почему так много взяли денег и почему так мало в итоге украина получила вооружение где потерялись большая часть средств поэтому так байдену существует множество вопросов частности по поводу вот этих вот 24 миллиардов дополнительных которые он запросил то есть республиканцы кредит мы не против поддерживать украину мы не понимаем на какие цели конкретно направляются эти 24 миллиарда распишите по пунктам а у байдена не говорят потому что сразу знаете как это всегда действует если ты подробно расскажешь что там дебет с кредитом как бы не сойдется поэтому республиканцы и как бы против выделения тут все логично очевидно тема очень занимательная и я думаю что не исчерпаемы в данной ситуации спасибо вам за ответ но вернемся к украинским событиям вот вы говорили относительно гаранта конституция это президент украину гаранта наших прав я напомню что оказывается мы потихонечку переходим к абсолютной диктатуре как я понял есть такой мутный у нас политик интересный в какой-то степени нам я не вкладываю позитив эту историю корниенко он стал вице-спикером парламента и вот на одном из раутов он сказал что мы сейчас тестируем модель перехода от парламентской президентского государства президентском сильным президентом это просто взорвалось то есть все были возмущены начали комментировать многие понимают о чем говорит корниенко я помню что такой представитель конституционном суде венеславский депутат в свое время тоже еще год назад говорил что они там пытаются внести изменения конституции чтобы президент был абсолютно с сильными полномочиями его правда остановили на этом форуме корниенко и в общем-то смеяли в какой-то степени но мне кажется зря его остановили возможно он дальше хотел сказать что мы даже в дальнейшем готовим законопроект о пожизненном президентстве мой дом и село вместе на линии как вы думаете ну во первых к сожалению уже при нескольких президентах может даже и больше да по сути несмотря на формально парламентскую президентскую форму управления мы живем при президентской форме управления я думаю можно сказать это было и при янукович и при порошенко и при зеленском это было всегда любой президент когда-либо становился у власти первым делом чем занимался усилил свою полномочия нет но я я специально не называю времена ющенко и времена кучма потому что тогда на самом деле несмотря ни на что парламент мог реально представлять оппозицию президенту но с приходом к януковича это стало практически давно возможно а при порошенко по сути ну уже начиная со времен порошенко никакой оппозиции по сути парламенте не было и парламент играет у нас просто роль нажимателей на кнопку тех указаний которые идут ну там с администрация теперь уже из офиса президента но опять же про слова корниленко значит я считаю что это специальный вброс в информ пространство для решения нескольких задач задач дальше номер один отвлечь внимание в сми и в соцсетях от скандала вокруг поездки зеленского в канаду его там встречи с неожиданно появившимся ветераном галичины и так далее эта тема просто очень сильно начала раскручиваться и даже в наших уже сми как-то вот и соцсетях уже не могли это обойти стороной поэтому надо было забросить более скандальную тему чтобы все переключились на то что зеленский хочет быть пожизненным президентом это раз во вторых это сигнал для соединенных штатов где зеленский говорит как бы от имени зеленского говорят что в принципе зеленский может быть еще президентом а может не быть президентом но если вы хотите чтобы зеленский не был президентом да тогда второй раз хотя он не собирается быть но такая игра да или там не превратил украину в президентскую полностью республику тогда вот вы соединенные штаты вы же хотите мол типа зеленского поменять тогда давайте проспонсируйте проведение выборов желательно еще помогите провести заморозку войны так чтобы не особо там запятнать президента зеленского ну и вообще как бы организуйте выбор и тогда зеленский в принципе может ну готов уйти только все за него сделайте и тут еще сигнал для украинского общества тут тоже зеленские ну как бы этом корниенко показывает чтобы мол там зеленский может находиться там при власти еще очень долгое время да а могут еще и поменять конституцию сделать у нас там условно президентскую форму управления и если вы украинцы этого всего не хотите то а украинцы этого конечно же не хотят потому что у нас любая монополизация власть это всегда как ну красная тряпка для общества то тогда как бы ну если вы не хотите чтобы это все протащили пользуясь условно военным положением а тогда значит надо что надо надо провести выборы выборы где вы в этом условно пойдете и проголосуете все против зеленского которого вы не хотите видите не хотите чтобы он стал царем и он вас пугает тем что он станет царем то есть но как провести выборы для этого надо провести ну как бы согласиться на заморозку войны то есть не должно быть активной фазы боевых действий то есть это такой вот сигнал от зеленского украинца мол если вы хотите от меня избавиться то тогда соглашайтесь на заморозку войны и не возмущайтесь по этому поводу потом идите на выборы и голосуйте против меня против моих там идей сделать президентскую форму управления там против всего идите мол там и мстите мне главное вы должны проглотить заморозку войны а это то ключевое требование которое зеленскому идет со стороны соединенных штатов то есть иными словами это еще один из механизмов принуждения украинского общества согласиться на заморозку войны то есть нам украинцев не только пугают тем что повысят тарифы то есть в экономике все будет ну то есть если будет долгая война да то есть там все будет хуже хуже но еще и будут в политическом плане там прикручивать гайки зеленский станет царем и так далее поэтому если вы не хотите этого всего допустить да вот всех этих вот тенденций страшных ужасных значит надо идти на выборы как говорится ну а для выборов нужна заморозка войны то есть это такие вот достаточно любопытные технологии но я хочу сказать очень рабочие похоже но дмитрий я напомню нашим зрителям что после того как кардиенко так странно высказался его начали очень сильно обсуждать это заявление и его терроризировать в конце концов я уже тысячу раз ты слышал от украинских чиновников чик это практика стала сразу заявил мол его неправильно поняли он совсем имел другое ввиду оказывается ну просто трудно сложить слова предложения что логически было понятно для кардиенко он говорил это о только том времени которое мы называем военным и тут я вообще выпал в осадок то есть я не понимаю что он имел ввиду что значит усиление вот эта правка она меня просто удивила то есть усиление президентской власти именно на время военного положения как это понять опять же смотрите значит в офисе президента там и вообще во власти есть там специально обученные люди ну как обученные да ну там набранные со всех сторон ну хоть какие-то хоть обладающими обладающими хоть какими-то навыками в политтехнологии корниенко он так неудавшийся унылый политтехнолог как бы которого туда впихнули в список но он там якобы у них там политтехнолог да такой уже подъедался так понимаю там офисе президента да корниенко ну да он был каким-то он где-то был там ты второсортным политтехнологом там также как и подоляк свое время ну короче суть не в этом вот они как якобы политтехнологи да вот они отвечают за вот эти вот сбросы в информ пространстве чтобы это все обсуждали ну также вот как у них арестович работает в этом же направлении да то есть надо создавать опять же какие-то темы для опять же для отвлечения внимания другой стороны для того чтобы давать какие-то месседжи ну как я уже говорил о том что власть хочет держаться за кресло власть не уйдет никогда и так далее в реальность я еще раз повторяю зеленский первый заинтересован в том чтобы покинуть власть и он сидит уже на чемоданах и поэтому выборах заинтересован не только вашингтон заинтересован и сам зеленский никакой монополизации власти никакого там желания пойти ну стать президентом второй раз удержаться при власти ничего этого нету так же самое как было во времена порошенко со мной все спорили я помню там когда об этом говорил в семнадцатом восемнадцатом девятнадцатом году я говорил что порошенко не собирается второй раз быть президентом я оказался прав то же самое зеленский зеленский не собирается второй раз быть президентом просто сейчас не может уйти потому что его не отпускают но он бы уже сейчас вы с нами всеми попрощался но он не может это сделать но при этом опять же да надо постоянно показывать что якобы он хочет при власти остаться а почему это делается это политтехнология такая же как использовалась во времена порошенко для того чтобы сделать президентом полено условно да не знаю там любого там как бы человека да украинцы должны пойти голосовать против власти мы же протестный электорат мы всегда голосовать голосуем против власти соответственно для того чтобы привести к власти там преемника зеленского надо показать что зеленский хочет второй раз во власть зеленский хочет монополизации власти страшные ужасные зеленские и так далее и тогда украинцы побегут проголосуют за любое поле на который будет выставлено против зеленского точно так же как украинцы побежали проголосовали за зеленского только для того чтобы президентом второй раз стал не не И Порошенко, который якобы хотел второй раз как президента. Да, это такой разводняк, низкопробный, но он очень нормально работает. Поэтому Зеленский будет всем, конечно же, рассказывать о том, что он знает, что страна его попросит второй раз остаться и так далее. То есть украинцы должны бежать на избирательные участки и голосовать против нынешней власти. Надо же как-то простимулировать туда пойти. Интересная версия, конечно, я бы даже сказал спорная в некоторых моментах, но в любом случае тема очень актуальна. Мы как-то ее разовьем. Но знаете, что меня напрягает? На самом деле такое впечатление, что пропасть между властью и обычными людьми в Украине только увеличивается. Хотя во время военного положения и таких страшных событий, мне кажется, она должна была минимизироваться. А в чем, собственно, вот этот процесс, как на ваш взгляд, основывается? Можете мне объяснить логично? Ну, пропасть между властью и народом, она была всегда. Если мы говорим конкретно об этой власти, то я не знаю, что изменилось с 2019 года, когда Зеленский стал президентом. Завели эту монокоалицию «Слуги народа», и тогда сразу стало понятно, что эти товарищи всех на выборах обманули. Все вот такие вот сказки, там, весна придет, сажать будем, каждый из нас президент, президент «Слуга народа». Но это все оказался низкопробный договорняк. Дмитрий, я немножко не об этом, извините. Я о другом. То есть люди, которые себя запятнали очень активно, да, об этом говорят наши даже партнеры, они не получают должного наказания или даже определенной реакции, а идут даже вверх по своей административной, там, или чиновничной, или политической лестнице. Как это понять? Почему это происходит? Вот я об этом, что общество, оно никак не может влиять и контролировать эти процессы. Так я же к этому подводил. Я подвожу к тому, что проект «Зеленский» и проект «Слуга народа» – это одноразовые проекты. «Зеленский» и «Слуга народа» не собираются оставаться в украинской политике. Соответственно, в чем проблема вот этих одноразовых проектов? Я об этом говорил еще перед президентскими выборами и перед парламентскими. Когда вы голосуете за политиков старых, которых вы так всех не любите, да, то вы голосуете за тех политиков, которые много лет, условно, в политике, да, и они вынуждены выполнять хоть какие-то там требования украинцев для того, чтобы в политике остаться, да. Ну, не все требования, но как-то пытаться пропетлять, ну, хоть как-то людям там помогать. Когда вы голосуете за проекты «Однодневки», которые вам специально создают, то эти проекты предназначены для выполнения конкретных задач и конкретных целей, после чего эти проекты исчезнут. Соответственно, если это проекты «Однодневки», ну, или там «Пятилетки», условно, да, то им глубоко наплевать, что вы все думаете по поводу их действий. Как глубоко наплевать всем, условно, депутатам от «Слуги народа», так и глубоко наплевать президенту и его ближайшему окружению. Ему совершенно плевать на рейтинги. Что вы там, пойдете голосовать против власти, идите голосуйте, потому что Зеленский не собирается второй раз быть президентом. Он не собирается никакую там монокоалицию второй раз получать. И вообще неизвестно там, что будет с этой партией, да, там, в каком формате, или, может быть, вообще с нее будет несколько там разных политических проектов. То есть, вот эта вот пропасть, да, она связана с тем, что украинцы пошли и проголосовали за фунтов. А если вы голосуете за фунтов, да, так что вы потом от этих фунтов хотите? Они пришли, реализовывают свои определенные задачи, потом торжественно с нами прощаются, говорят, ну, всем пока, мы вам ничего не должны, собственно. Поэтому возмущайтесь уже перед новой властью, там, или там требуйте что-то от новой власти. Вот поэтому все эти какие-то одиозные товарищи остаются на своих должностях, поэтому работают все коррупционные схемы, поэтому никто не несет никакое наказание и так далее. У меня нет претензий. То есть, когда, то есть, для меня победа Зеленского это был очень грустный день. Я скажу честно, я был в очень печальном расположении духа, потому что я понимал, что это, ну, как бы начало конца. Не потому что конкретно Зеленский там страшный, ужасный, плохой и так далее. Нет, я просто понимал, да, что его приводят для определенных целей, он будет мало влиять на принятие там каких-то определенных решений, да, и это проект однодневка, соответственно. Ну, вот такая вот история. Поэтому, да, понятно, что украинцы на следующих выборах пойдут, проголосуют против этой власти, отомстят этой власти, да. Не будет там никакого слуги народа, никаких там Зеленских заново не будет, ни президентами и так далее. Я даже думаю, что Зеленский, скорее всего, может, не пойдет на выборы, потому что, ну, тот результат, который мы увидим, будет очень показателен, да, по сравнению с его там феноменальной победой во втором туре в, ну, там, в девятнадцатом году. Но, опять же, да, здесь вопрос к украинцам, то есть думайте, за кого вы голосуете. Когда вам рассказывают про новые лица там в политике, да, там, про новых хороших каких-то там людей и так далее, ну, так думайте, когда вы их избираете, почему эти новые лица должны вам сделать что-то хорошее, ну, из каких, ну, каких, собственно, там, оснований, да. Да, поэтому нечего удивляться. Избрали Зеленского, избрали слугу народа, получили то, что должны были получить. Точно так же, как перед Порошенко, ну, когда голосовали за Порошенко и за, там, его БПП. То есть, ну, голосовали, получили, соответственно. Поэтому у меня к этой власти нет никаких вопросов, то есть еще, там, начиная с 2019 года, я не знаю, может, у вас там к ним есть какие-то претензии. Ну, там, думаете, что, может, они могут измениться, но по первым дням этой власти, ну, как бы, даже не первым дням, еще по предвыборной кампании было понятно, что ничего хорошего Украину, к сожалению, ну, не ждет. Дмитрий, вы, кстати, подъявили один термин интересный. Вы сказали, думайте. Я помню, что в конце марта, по-моему, в 2019 году, не сдал бы до первого тура выборов, на предвыборных плакатах действующего на то время президента Петра Порошенко появился именно этот призыв, термин думайте. Ну, к сожалению, просто судьба выборов была решена в первом туре, и все технологии были направлены на то, чтобы во второй тур вышли именно Порошенко и Зеленский. И даже не только технологии, я знаю, сколько на это было направлено миллиардов гривен, на самом деле. Потому что, к сожалению, Зеленский это был преемник Порошенко и был проект, за которым стоял Порошенко, а я об этом говорил всю избирательную кампанию. И я хочу всех уверить, что на следующих выборах, которые у нас будут, я думаю, в следующем году, власть будет тоже продвигать своего преемника под видом некого, там, условно, оппозиционера. Ну, там, условно, к президенту Зеленской. Да, интересная тема. У меня есть еще один вопросик, который я должен вам задать и услышать ваше мнение. Это такая рубрика «А не охренели ли вы там?» Это я про власть. Глава миграционной службы Украины Наталья Науменко попросила европейские страны не создавать программы интеграции для украинских беженцев. Слушайте, ну, насколько я понимаю, в демократических странах человек волен сам выбирать. Хочет он вернуться, хочет ли он стать беженцем, хочет ли там ассимилироваться и в общество, и осесть, либо вернуться домой. Что это происходит? Почему они берутся, как бы, судить и высказываться таким образом? Я о наших членовниках. Опять же, начнем с того, попросили ли, или мы выполнили пожелания европейцев, только озвучили от своего имени. А, то есть, вопрос и такая игра? Понятно. Ну, смотрите, мы видим, что поддержка украинских беженцев сейчас максимально во всей Европе уменьшается. Идет попытка уменьшить финансирование, максимально пытаются высказывать, ну, там уже недовольство, да, там в той же Чехии, в Польше и так далее. Ну, тут я сейчас не буду эту тему развивать, потому что это любимая тема Кремля и всех их темников, которые они впаривают. Но я скажу так, что появились вот такие вот нехорошие тенденции. Мало того, я уверен, что есть определенные договоренности со стороны Европейской комиссии, что Украина, а, даже после заморозки войны, не откроет хотя бы год еще свои границы для того, чтобы большая часть украинских беженцев вернулась назад в Украину. Ну, то есть, женщины с детьми вернулись назад, там, к своим мужьям, они мужья еще выехали туда дополнительно. И я уверен, что вот те кредиты, обещанные со стороны Еврокомиссии, 50 миллиардов евро на 4 года, как раз это вот такой вот обмен на то, что Украина максимально приложит силу к тому, чтобы вернуть всех своих беженцев, ну, ясное дело, не выпустить новых в Европу. И европейцы за это, по сути, платят, потому что Европа, ну, поддержали, да, помогли украинским беженцам, там, полтора года и так далее, но больше, ну, особого желания помогать нет, а тем более оставлять, ну, как бы украинских беженцев, там, на постоянную, ну, как в рамках неких, там, программ интеграции для того, чтобы, там, миллионы украинцев остались там жить, нет. Ну, не хотят этого европейцы, опять же, да, их можно понять, ну, у них там свои экономические проблемы, у них там своя конкуренция за рабочие места и так далее, да, то есть, ну, ясное дело, что, ну, украинцев там особо никто видеть не хочет. Мало того, ну, появляются же проблемы не такого вот межличностного характера, да, тоже те же поляки говорят, а почему вот украинцам только за то, что вот они беженцы, да, обеспечивают такие же условия, там, по медстраховке, к примеру, там, выплатам, каким-то выплатам на детей и так далее, а полякам, мол, надо, значит, работать, да, и платить налоги для того, чтобы получить, к примеру, вот такую же, ну, страховку, вот как украинские беженцы и так далее, да. Начинаются вот эти вот межличностные там взаимоотношения, достаточно сложные, ну, и вообще, ну, давайте говорить откровенно, вот представим Украину на месте, к примеру, Польши, да, вот поменяем местами, да, вот представим, что вот война идет в Польше, да, с Россией, а Украина начинает принимать вот польских беженцев, ну, приняли мы там полтора или там два миллиона условно польских беженцев, да, ну, какое-то время мы там, ну, поддержали, поспонсировали, помогли, а потом, конечно же, и в украинском обществе начнется недовольство, да, ну, так сколько можно помогать, сколько можно там тратить деньги из бюджета и так далее, ну, как бы, у нас что, своих проблем мало, ну, и плюс, как всегда, политические силы, которые на этих вопросах спекулируют. Да, еще один вопросик, почему они не разговаривают на украинском. Ну, да, из этой же серии, да, то есть это естественный процесс взаимоотношения между людьми, условно, там, разных народов, разных наций, да, то есть своя рубашка ближе к телу, помогли какое-то время, да, ну, хорошо, а дальше, ну, мол, там, возвращайтесь назад и так далее, да, поэтому, соответственно, у нашей власти, как я понимаю, в рамках, там, подготовки к вступлению в ЕС или, там, реинтеграции европейской, да, есть какие-то обязательства, связанные с тем, что Украина будет максимально способствовать возвращению беженцев назад в Украину, а в свою очередь Европа будет, ну, там, сокращать поддержки беженцев, ну, или потом, ну, как бы, прекращать все эти программы. Ну, то есть тут все логично, поэтому просто заявления должны будут делать именно наши чиновники, то есть не европейцы должны будут заявлять, а наши чиновники должны будут говорить, ну, что, ну, как бы, давайте же уже, ну, мы же наших беженцев рассматриваем не как людей, которые уехали уже навсегда жить в Европу, да, а тех, кто там от войны спасается, значит, соответственно, мы должны понимать, что скоро вы все сможете, ну, вернуться назад и, понятно, ну, там, найдут обоснование, почему, мол, мы не должны, там, договариваться с европейцами, чтобы европейцы делали какие-то программы интеграции. То есть это та же история, как американцы хотят, чтобы именно Украина просила некие переговоры о заморозке войны. То есть надо это американцам, и американцы это продвигают по договоренности с русскими, да, а инициаторам должна якобы будет выступить Украина и взять на себя за это все ответственность. Та же история с беженцами. Спасибо, Дмитрий. Я тоже ощущаю какой-то вот момент сговора в этой всей процессе, может, больно резко выступила украинская власть в этом вопросе. Кстати, по поводу языка, это была саркастическая шутка, это для особо резких и дерзких зрителей. Очень вам благодарен, Дмитрий, за вашу реакцию на мои вопросы, за ваши ответы, за ваши мысли. Спасибо большое, что нашли время и пообщались со мной. Я думаю, что много подчеркнули себя интересного у наших зрителей. А зрители, прошу, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал Дикий Лайв, делитесь этим видео. Сегодня гостем нашего канала был Дмитрий Корнячук, украинский политолог. Жму вашу руку, благодарю. Оставайтесь с нами, не теряйте оптимизм. Через небольшой промежуток времени встретимся с большим уважением. Виталий Дикий. Субтитры сделал DimaTorzok